Крупные федеральные издания пишут о росте цен на чеснок, при этом стоимость за килограмм выросла на треть. Связывает это с высоким спросом овоща. Люди уверены, что чеснок может помочь от коронавируса. Сейчас даже в Барнауле в общественном транспорте можно почувствовать стойкий запах. Но все ли горожане уверены, что чеснок поможет не заболеть новым страшным вирусом? Чеснок от коронавируса спасает? Да нет, конечно. А что спасает? Пока не знаю. Кто любит, тот пусть ест. Но от коронавируса не спасет? Да может и спасет. Русских не победишь. На рынке, который мы посетили, можно найти чеснок только из двух стран. Вот этот из Казахстана продают за 230 рублей за килограмм. Это китайский чеснок. А по чем? Чеснок стоит 250, да, ребята? 250 рублей. А это дороже, чем в прошлом году? Или столько же? Нет, оно дороже. А почему? В прошлом году где-то 150 рублей было, да? 100 до 150. Ну, нету чеснока, поэтому. Дефицит чеснока связывают не с его целительными свойствами, а с тем, что граница с Китаем закрыта. Экспорта нет. Цена по сравнению с прошлым годом действительно выросла, говорят на рынке, но не на весь чеснок. Когда домашние были, я продавала по 350 килограмм. А вот за китайского не знаю цену, потому что я ими не торгую. А вот домашние, вы говорите, дороже, чем в прошлом году, допустим, либо столько же? Ну, я бы не сказала. Нет, столько же. Столько же, да. Кстати, подорожал не только чеснок, но и все фрукты и овощи из Китая. Вот, к примеру, болгарский перец вырос в цене со 180 до 250 рублей. Вообще, медики уверены, что чеснок действительно может помочь в борьбе с вирусами. Но он не панацея. И злоупотреблять им опасно, особенно людям со слабым желудком. Есть определенный комплекс профилактических мероприятий, в том числе употребление одного-двух зубчиков чеснока, потому что, так сказать, применение в пищу и наличие определенных веществ в чесноке может вызвать определенный бактерицидный и вирулицидный эффект. Поэтому говорить о том, что это панацея, это прям надо, бросая все килограммами, ешьте чеснок и лук, нет, наверное, это, конечно, неправильно. По миру коронавирусом заражено 82 тысячи человек. В России же сейчас не зарегистрировано ни одного случая опасной инфекции. Тех двоих, что заразились в начале эпидемии, уже вылечили. И помог им не чеснок. Дарили Миллер Илья Халяпин. День с толком.